Здравствуйте, управление ГИБД МВД Хакасипа, толковник Бахрев. Проводится рейтинговое мероприятие. Такие обращения в свой адрес слышали сотни водителей, проезжающих в среду вечером по улице Дружбы Народов в сторону выезда из города. Большинство сразу подавали документы и если все оказывалось в порядке, уже через пару минут могли продолжать свой путь. Такие вот уже пробки попадали за этим? Нет еще. И вот как впечатление сегодня? Ну, для благого дела нужно, я считаю, что хоть немножечко как бы и неудобство. А если была возможность объехать, заранее признали, объехали бы или все равно в эту пробку встали? Конечно бы объехали бы. Можно было это часика в 10 вечера делать, наверное. Инспекторы с таким замечанием не согласны. Профилактика ДТП от времени суток не зависит. А тем более, что направлен сплошной рейд на выявление самых опасных рулевых нетрезвых. На прошлой неделе, также в среду проводили на этом же месте, было у нас выявлено три водителя. Значит, один в нетрезвом состоянии, двое отказались от прохождения медицинского свидетельствования. И два водителя, как бы у нас по подозрению в наркотическом питении были задержаны. Между тем, этот двухчасовой рейд обошелся без столь серьезных нарушений. Однако мелких инцидентов набралось свыше 20. Иван, например, передвигался по городским улицам в абсолютно тонированном авто. В салоне круглые сутки ночь. Однако водитель уверяет, через такое стекло пешеходов и встречные машины видно хорошо. Между тем, для инспекторов это не аргумент. А зачем же вы вообще цепляли на переднее стекло? А чтоб салон не выгорал. Затонируюсь опять. Иван за нарушение правил движения заплатит 500 рублей штрафа. А вот Сергей 30 тысяч или же получит 15 суток административного ареста. О случившемся сожалеет, но не нарушить в данной ситуации не мог. Жене стало плохо. Решил сам доехать за рулем. Но без прав. Они у меня есть, но я, получается, как решен. Конечно, не очень приятная ситуация. Конечно. В этот вечер попали в поле зрения полицейских и водители вообще не имеющие удостоверений. И без страховых полисов, и без пристегнутых ремней безопасности. Однако протоколы составлялись далеко не в каждом случае. Полицейские лишь указывали шоферам на нарушения и рекомендовали впредь подобных не допускать. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.